О повышении качества жизни населения глава государства также говорил на встрече с Акимом Карагандинской области. О показателях социально-экономического развития региона президенту доложил Ерлан Кушанов. Материал об этом наши корреспонденты готовят к эфиру. К другим темам. В Актюбинской области смертность от болезни системы кровообращения снизилась в два раза. Сегодня в больницах региона проводят сложные операции на головном мозге. Квалифицированная помощь нейрохирургов спасла жизни десяткам пациентов, среди которых есть и совсем маленькие дети. Отмечу, раньше такие операции проводились только в Астане и в Алматы. Подробнее об этом Елена Устимович. 42-летняя Раиса Омирханова приехала в Актюбе в гости к брату. Здесь у гражданки Узбекистана случились судороги. В тяжелом состоянии карета скорой помощи доставила ее в больницу. Кровоизлияние в мозг могло привести к летальному исходу, говорят врачи. В экстренном порядке проведена операция, костно-резекционная трепанация черепа, удаление очага, склипирование сосудов, артериевенозной мальформации. После операционного периода пациентка находилась в отделении реанимации два дня. Затем по стабилизации и улучшению состояния переведена в отделение нейрохирургии. Сейчас она в данный момент в состоянии у нее удовлетворительное, получает консервативную терапию. В конце недели мы планируем ее на выписку. Судороги случились неожиданно. Раньше у меня не имели руки, голова сильно болела. Думала, пройдет и не лечилась. И вот к чему это привело. Большое спасибо врачам, что спасли меня. В прошлом году только в больнице скорой медицинской помощи актюбинские врачи провели 62 операции на головном мозге. Благодаря новейшему оборудованию в два раза снижена смертность от болезни системы кровообращения. Они сегодня по всему миру занимают лидирующие позиции и чаще всего приводят к смерти. Повсеместная цифровизация помогает медикам быстро принимать важные решения. Одним нажатием кнопки мы смотрим, какие больные поступили. Можно и дома, если на фланшете есть, мы можем и дома смотреть, кто поступает, в какое время, с каким диагнозом. Нам очень удобно. Какие специалисты посмотрели и какие анализы и рентген снимки ему сделаны. Информационные системы всех лечебных учреждений города сегодня объединены в единую сеть. В ситуационном центре можно получить информацию по конкретному учреждению, отделению и даже врачу. Просмотреть историю болезни каждого пациента. Специалисты считают, что цифровизация поможет им более эффективно выполнять свою работу и улучшить качество жизни населения. Елена Устимович, Болтмолдогалеев, Октубе, Хабар 24.